Польшое событие в Лицах. Специально к двум сессиям наш телеканал подготовил серию репортажа на службе у народа. Сегодня наш герой – секретарь партийной ячейки деревни Сююнь, провинции Сичуан, на юго-западе Китая. Сельскохозяйственный выставочный парк Чэнду принимает особых гостей. Это депутаты в СНП от провинции Сычуань. Среди них 38-летний Ли Цзюнь. Он – секретарь партийной ячейки деревни Сююнь и рассматривает эту поездку как возможность пополнить свои знания. Ли Цзюнь родился и вырос в деревне Сююнь. Окончив университет, он устроился на высокооплачиваемую работу в крупную компанию в Чэнду. После венчуанского землетрясения в 2008-м малая родина Ли Цзюня сильно пострадала, и в его сердце родилась идея вернуться домой. Вернувшись в Сююнь, Ли Цзюнь был избран секретарем партийной ячейки деревни. Тогда это был бедный и отсталый населенный пункт. Здесь не было ни одной бетонной дороги, а потому местные крестьяне не могли продавать излишки сельхозпродукции в города неподалеку. Я был еще очень молод, и относельчане не верили в меня. Я должен был сделать для них что-то, видимо, и осязаемое. Мы решили начать с инфраструктуры. Я повсюду собирал средства и построил дорогу, не попросив в людей ни копейки. Только тогда они поверили мне и поняли, что я умею работать. Следующей целью Ли Цзюня стало развитие промышленности и борьба с бедностью в Сююне. С помощью моделей интернет плюс сельское хозяйство местных жителей поощряли выращивать органические овощи и заниматься экологически чистым животноводством. Одновременно аграриям помогли наладить онлайн-продажу их продукции в города. Во многом благодаря этим мерам уже в 2018 году Сююнь победила бедность. Позже по инициативе Ли Цзюня в Чэнду открыли первый в Сычуане ресторан для борьбы с бедностью – деревня Сююнь. Ежегодно он закупает в Сююне и в деревнях поблизости сельхозпродукцию на 10 миллионов юаней и помогает трудоустроить многих местных жителей. В 2018 году Ли Цзюнь был избран депутатом Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Как представитель деревни он выдвинул ряд предложений, связанных с сокращением бедности и возрождением сельских районов. Первое предложение Ли Цзюня было об омоложении руководящих кадров и мерах поддержки молодых специалистов на селе. Сначала в нашу деревню вернулся один молодой человек. Он посадил персиковые деревья на пустыре площадью чуть пули 8,5 гектара. Теперь он продает персиков на 400 тысяч юаней в год. Его прибыли при этом превышают 200 тысяч юаней. Его доход намного выше, чем если бы он работал на кого-то в другом городе. К тому же, работая тут, он может заботиться о своих родителях и детях. Индекс счастья в этом случае очень высокий. Увидев, что этот юноша заработал, в нашу деревню вернулись еще более 10 человек. Кто-то выращивает мандарины, кто-то разводит рыбу, кто-то занялся переработкой. Одним словом, всю юан бережевает пуртный расцвет. На некоторые из предложений Ли Цзюня, к примеру, о наращивании инвестиций в строительство инфраструктуры и усилении низового управления сельскими районами, профильные ведомства ответили в кратчайшие сроки. Более того, многие из этих предложений уже реализованы. В этом году на предстоящей сессии в СМП Ли Цзюнь планирует уделить особое внимание строительству в сельской местности малых и средних гидротехнических сооружений. В прошлом году у провинции Сычуань столкнулась и самая сильная за 100 лет засуха. Многие крестьяне лишились урожая. Усилия нескольких лет были потрачены впустую. Без воды невозможно вести сельское хозяйство. Государство выделяет много средств на крупные эрегационные сооружения. При этом малым объектам, по нашему мнению, не хватает финансирования. Не менее важно также обеспечить сельских жителей безопасной и качественной водой. Ли Цзюнь также подготовил предложение об управлении интернетом, мерах стимулирования рождаемости и увеличении доли возмещения расходов граждан при тяжелых заболеваниях. Редактор субтитров А.Семкин